Музей боевой славы При Доме культуры в Таврии семья приняла решение передать медали и другие ценные вещи отца для экспозиции. Однако три года назад музей расформировали, и Тамара Демьяновна с ужасом узнала, что реликвии отца канули в воду. Как выяснилось, музей ликвидирован. Все экспонаты были, как я выяснила, сброшены или сложены в кучу. Даже в гараже там валялись, если так сказать. Ну и кое-что было работниками Таврической средней школы взято для музея, уже именно Таврической школы. Ну а остальные экземпляры, и все, наверное, не знаю где. Или утеряны, или, в общем, их местонахождение неизвестно. Тамара Демьяновна обратилась к директору предприятия «Дарын» Уланского района, попросив выяснить судьбу ценных вещей отца. Казенная отписка не заставила себя ждать. Экспонаты якобы передали в школу. Однако по факту там про ордена Демьяна Волобуева и не слышали. С кем я не разговаривала, все говорят, а куда, я говорю, куда же они, они говорят, ну продали, куда они дали. Поэтому я говорю, что я даже мне мысль сразу об этом не приходила. У меня первая была мысль, что как они могли, как, вот именно, ну чисто нравственная точка зрения. А когда уже мне вот намекнули на это, тут я поняла, что и включены материальные интересы. Ветераны с трудом сдерживают слезы. Не думали они, что их потомки, ради свободы которых они сражались с фашистами, станут наживаться на их боевых наградах. Я осуждаю. Усковокова, нашего Акима, Сатымбаева, Екатерину, Александру, я очень осуждаю за то, что так плевательски отнестись к, собственно говоря, к участникам войны. Куда делись ордена и медали, имеющие не только историческую, но и весьма высокую материальную ценность, пока выяснить не удалось. По данным коллекционеров, одна медаль первой степени на черном рынке стоит не менее тысячи долларов. Как бы там ни было, но все равно, которые награждались во время отечественной войны, они все дорого. Ростым коллекционерам, людям это доставать, это очень трудно. Это все делается нелегально. В отделе культуры Уланского района подобной преступной халатностью или просто дерзкой кражей возмущены не на шутку. Чиновники обещают обязательно разобраться в этом вопиющем случае и вернуть дочери ветерана его награды. Я возмещен этим фактами. Мы со своей стороны будем вести свое расследование, разберемся в этом деле. Если виновные найдутся, конечно, мы их накажем, а вот те награды, которые были потеряны, мы постараемся вернуть. Расследование, по словам знакомых, уже началось, но Тамаре Федоренко хорошо знакома с черепашьей скоростью решения народных проблем. Дочь ветерана хоть и рада, что ищет виновных, однако все равно собирается обращаться в суд. Вот так в конце я хорошо знаю, что...